начнем с диагностики самую простую диагностику с чего мы можем начать диагностику желудочно-кишечного тракта это конечно же язык в первую очередь надо посмотреть когда человек проснулся не почистил зубы не пил воду еще надо посмотреть в зеркало на свой язык и вот здесь есть во-первых зоны мы говорим только о зонах которые относятся к желудочно-кишечному тракту мы обращаем внимание на корень языка и смотрим на его цвет если корень языка красный ну и в целом язык имеет более такой красный бывает даже алого цвета в этом случае мы говорим о повышенной кислотности то есть гипероцидность повышенной кислотности мы говорим об излишке ферментативной системы то есть излишняя активность ферментативных систем это может быть излишняя активация метаболизма мы должны сразу обратить внимание может быть человек долго например был большой перерыв пищи мы будем говорить про голодание так вот если для человека например интервальное голодание слишком длительное слишком продолжительное период без еды то возможно начинает повышаться кислотность начинают активироваться ферментативная система и это уже может нанести вред стенкам желудка желудочной железе в этот момент если мы видим красный язык это нам еще еще больше подтверждения что надо сократить когда мы делаем следующий раз интервальное голодание надо будет сократить период голода если налет белого цвета ну я думаю с этим все встречались не раз потому что как только какой-то вирус или заболевание налет белый налет на появляется эта заложенность носа может быть параллельно могут быть какие-то стекать слизь может по задней стенке к утру это нам часто говорит не только как сейчас принято судить по белому языку не только это говорит о том что возможно у человека грибковые изоболевания в частности кандида но это также говорит о том что у него есть застой лимфы и значит была накануне или определенная пища или были определенные действия которые вызвали застой лимфы если с этим не разобраться не предпринять никаких действий то этот застой лимфы дальше приведет скорее всего к развитию какого-то бактериального или бактериальной или вирусной инфекции белый налет это застой лимфатической системе чем он вызвал кандиды или питанием или бездействием физическим с этим будем дальше разбираться если налет желтоватого зеленоватого коричневатого цвета и чаще всего такой цвет наблюдается не на всем языке а ближе к корню языка это говорит о плохом функционировании желчного пузыря часто еще бывает черный налет прямо вот черного цвета он может покрывать весь язык это связано обычно с избыточным слизеобразованием желудки с замедленными работой ферментативных систем с гниением пищи в желудке особенно животного происхождения пищи если есть плохим мы ее соответственно усвоение вот цвет языка да вот самое простое уже может многое нам сказать дальше мы обязательно когда мы делаем диагностику обязательно смотрим человеку на лицо на то где у него есть какие высыпания воспаления желудочно-кишечному тракту относятся в первую очередь высыпания на лбу это толстый кишечник на висках это печень желчные скулы смотрим обязательно на зону вокруг глаз на отеки если патологические синяки и даже если человек выспался они у него очень явные в любом случае и обращаем внимание на плечи спину и включить дело в том что если у нас проблемы с желчным пузырем то это всегда правое плечо правая лопатка и ключицы право если проблема с поджелудочной селезенкой то в этом случае человек может жаловаться на периодическую боль в левом плече левая лопатка но левая лопатка еще может быть связано с сердечной недостаточностью или с нервным перевозбуждением и кроме того надо смотреть по другим еще признакам подтверждения этому если правое плечо болит и не было никакой травмы и при этом наблюдается тяжесть в желудке после еды то конечно мы говорим здесь о желчном понятно что здесь все связано если у человека есть лишний вес опять-таки травма никакой левого плеча не наблюдалось у него но и левое плечо левая лопатка ключичная зона с левой стороны понятно что лишний вес это всегда высокий инсулин значит уже компрометирована поджелудочная железа или наоборот очень худой человек и недостаточная работа поджелудочной железы то есть вот эти два крайне состояния опять-таки и более в левом плече это сразу нас настораживает и говорит о том что надо посмотреть проверить поджелудочную железу высыпания различные на спине на плечах в этих же зонах говорят о проблемах опять-таки в этих же органах высыпания мелкие по типу аллергической реакции крапивницы говорит о зашлакованности организма скорее всего недостаточной активности фаз детоксикации печени и застои невыведенных скажем тогда веществ в толстом кишечнике если развиваются уже аутоиммунные заболевания с проявлениями на коже например псориаз дерматиты множественные в том числе и множественные аллергические реакции на пищу у детей например ну это уже говорит о том что не просто идет застой пищи непереваренной не усвоенной но еще и есть проницаемость кишечнике в результате которой некоторые белковые молекулы попадают кровоток те которые не должны попадать из пищи кровоток и на них формируется уже аллергическая реакция иммунный ответ нашей иммунной системы и аутоиммунные проявления на коже они естественно сразу нам об этом сигналит проблема не в коже а проблема в кишечнике надо работать закрывать кишечник будем об этом говорить и заклеивать стенки кишечника в этом случае не будет никаких агрессивных агрессивного действия нашей иммунной системы на эти белки чужеродные и на коже все само собой пройдет где они учились в обещании Субтитры создавал DimaTorzok